Всем улдам здорова, с вами Хокин и сегодня я сниму гайд по серверу TheDistFordise 3.0. Покажу, что как делать для новичков. Заходя на сервер, мы видим логин панель. Что в ней есть? Логин строка, пароль строка и кнопка запоминания данных при дальнейшем заходе, чтобы не вводить их. Слева в нижнем углу мы можем видеть различные виды языков. Два из них еще не доработаны. В дальнейшем они будут добавлены. При уходе в первый раз нам придется зарегистрироваться. Перейдем в панель регистрации. Что мы там увидим? Логин панель, email адрес, пароль, который нужно ввести два раза. После ввода данных мы переходим по кнопке регистрации, тем самым регистрируемся на сервере. Зайдя на сервер первый раз, мы попадаем в автосалон, где нам дают 15 тысяч игровой валюты и из-за нее мы можем купить только Toyota AE86, притык по деньгам. Следующая машина будет уже с пятого уровня и стоит 20 тысяч. Ее мы можем купить в дальнейшем, как и все остальные машины по этапу развития. Нажимая клавишу F1 у нас открывается главное меню сервера, в котором есть клавиша гараж, новости, телепорт, настройка, донат, валюта наша, уровень с показанным прогрессом, записи и помощь. Давайте перейдем в гараж. Заходя в гараж, мы можем перелистывать все свои транспортные средства стрелочкой влево или вправо. Также можем выбрать авто, настроить его во вкладке тонкая настройка запчасти и продать автомобиль. Тонкая настройка открывается при приобретении подвески в магазине запчастей. Что здесь есть? Центр массы по оси Y, смещение сцепления, ускоренение двигателя, множество резкости подвески, пропорциональность подвески, высота подвески. Перейдем дальше. Запчасти. Здесь мы можем устанавливать все кузовные и не только детали, приобретенные в магазине. Также мы можем их снять. И хранить их, так скажем, в кэше сервера. Также есть вкладка продать автомобиль, если он вам надоел или просто хотите его убрать. В ней можно настроить разрешение всех текстур и дальнейшие настройки, указанные в видео. Для того, чтобы убрать различные лаги или фрезы, желательно поставить минимальное разрешение текстур. Для тех, кто любит рисовать, либо просто имеет мощный компьютер, включать текстуру по желанию. Но если у вас фрезы или просадки фпс, желательно понести их. И все будет более комфортно и плавно. Зайдя на строк игры, мы можем выключить или включить коллизию. Для того, чтобы проезжать сквозь других игроков, либо для того, чтобы без всяких препятствий выполнять различные ачивки и просто кататься без помех. Также мы можем настроить подруливание. Процентура от 5% до 70%. Комфортное подруливание примерно от 30% до 40%. Либо же просто ее не включать. И еще передав главное меню, мы можем зайти в обкладку телепорты. Телепортируется на все возможные карты, которые сейчас добавлены и во все три города. Также слева внизу есть кнопка подъем или спуск карты, чтобы точно телепортироваться на нужное вам место. Также нажав кнопку F2, мы можем перейти в панель ачивок. Они дают очень хороший старт для новичка в виде опыта и денег. Но со временем они все-таки заканчиваются. Так что работайте пока дают. Дальше нажав клавишу F3, мы можем увидеть в меню вашей команды. Вы можете создать либо вступить в нее. Есть клавиша главная, которая позволяет увидеть всю информацию о своей команде, дате регистрации, название, краткое название, количество игроков и имена каждого игрока. Также есть вкладка приглашения, которая позволяет пригласить игрока, если вы глава. Либо здесь у вас будет приглашение от главы команды. Также есть вкладка настройки, которая позволяет выйти из команды, либо распустить команду, будучи главой самой команды. Также нажав клавишу F4, вы можете перейти на аукцион, где все игроки и также вы можете выставлять свои машины и покупать их, либо за счет этого продавать. Здесь часто стоит не очень хорошая машина, пожалуйста прислушайтесь и сделайте более годный аукцион. Если же мы все-таки захотели выкупить машину, мы нажимаем по выбранной машине клавишу Enter и нам выплывает окно с ценой выкупа и началом торгов. Минимальная ставка открывает торг, который идет два часа, но если вы не желаете ждать столько времени, просто выкупайте ее сразу за полную стоимость. Также нажав клавишу F6 и F7, вы можете отключать полностью весь хут от денег до карты и чата. Также нажав клавишу F8, мы можем открыть главную консоль сервера и в ней мы можем прописать команду stime для того, чтобы сменить время. Далее мы переходим в панель F10, это главное меню доната всего сервера, где за внутрь игровую валюту мы можем приобретать деньги или опыт на свой аккаунт. Далее нажав на F11, мы можем перейти в главную карту сервера, где мы можем колесиком масштабировать карту и зажав левую кнопку мыши и двигая по карте, можем ее перемещать. Ну а на этом я закончу, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok